Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, да перестань! Перестань говорю! О, это ты! Узнал? Конечно, узнал! Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь! Добро пожаловать в реальный! А за премиальный пошли монетку бросать! Пошли! Всем привет, это Орел и Решка. Чудеса света. И в этот раз за нашим чудом мы приехали на край земли. А если точнее, на край Европы, в Португалии! Да, ставь интригу. И здесь есть маленький городок Синтра, в котором куда не глянь дворцы. Ну, не такие, как в Геленджике, конечно, но тоже. Так, все, давай только кидаем монетку и узнаем, кто будет отдыхать с королевским шиком и роскошью. А кто будет с португальской треской драться за ужин? Орел? Решка! Девочки, 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 девочки! Девочки, девочки! Ток, ну знаешь, вообще я себе взяла вот эту программку, там анекдоты, короче, карта города и вот это тоже как бы тебе. Вон, давай. Ну зато у меня будут красивые икры. Ты этим видел? О господи! Как восстановить зрение? Мы в Орел и Решка чудеса света навидались всякого. Самые большие болота и великая китайская стена. Самое соленое в мире море. И самая жаркая пустыня. Но такого мы еще не видели. Город Синтра – настоящее архитектурное безумие. Привет, Синтра! Нет, Синтра! Городок Синтра – это пригород Лиссабона. Находится от него в 30 километрах. Оооо, все понятно. Вокзал крошечный, обменника тут, естественно, нет. Одна зайчья сила. 93-й год выпуска. Максимальная скорость зависит от цели. А я тем временем готова вовсю ворваться в Синтру. В этот уикенд я решила его провести как настоящая португальская монархиня. И арендовала себе автомобиль Эйчари. Слушайте, ну тачка вообще в моем стиле. Это точная копия автомобиля Рамблер 1904 года, на котором ездил последний португальский король. Вы слышали этот звук? Это что? Утка крякнула или что это было? Да, детка! Дай мне огня! У-у-у! Тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо с костылем и то бегал быстрее. И вы обратите внимание, мы образовали практически пробку. За нами целая линия машин. Но зато с такой скоростью можно хорошенько рассмотреть город и людей. Слушайте, ну в такой машине точно себя чувствуешь суперзвездой. Все смотрят, улыбаются, радуются. Излишнее было. О, здрасте, здрасте. Блищие проспорты. Вась, боюсь тебе сказать, что нормальные автомобили с крышей. Пока-пока, бедность. Господи, ее опять кто-то обманул. Надули за ее же бабки. Просто завидую. Ну вот, всего несколько минут пешком и я уже в самом что ни на есть центре Синтры. О, время менять деньги. Проблема в том, что на выходных банки в Синтре не работают. Попробуй обменять у людей. Да уж, чтобы не шататься как я по Синтре, приезжайте сюда сразу с евро. Попробуй обменяйте туда... Ну и чего я ожидал. Конечно, туристический офис закрыт. Туристов-то нет. Полчаса скитаний по городу, и вот он. Мой спаситель, продавец сувениров. 83 евро. Вот за это меня и любит зритель за международные финансовые махинации. Наши чудо – город Синтро. Традиционное место отдыха португальских королей и аристократов. Куда ни глянь, одни дворцы, замки, родовые усадьбы, особняки. И даже дома тоже похожи на замки. И это все уместилось в небольшом городишке. Обычно в таких достопримечательностях раз-два я пчелся. А здесь они буквально на каждом шагу, за каждым поворотиком. Вы только посмотрите на это. Красота! Да. Что может предложить Синтро любопытному туристу? Конечно же посмотреть каждый из замков и, так сказать, культурно обогатиться. Национальный дворец Синтро, дворец Гелуш, Кинто де Регалеера, дворец Монсеррат, замок Мавров. Я не буду бегать по всем дворцам Синтро, а выбрала один самый главный дворец – дворец Пена, который входит в список главных семи чудес Португалии. Он самый яркий из всех дворцов и замков и виден с любой точки города. Говорят, что безоблачную погоду его можно разглядеть даже из Лиссабона. Бюджетный турист никогда не откажется от хорошего бесплатного развлечения – прогулки по городу. Этим сейчас и займусь. На первый взгляд кажется, что ты находишься в турецком хамаме. Все здания обложены плиткой. А здешние улочки тесноватые и запутанные. Гуляя по центру Синтро, я набрел на известную кафешку. Оказывается, сюда очень любил захаживать лорд Байрон. За вдохновение. Это шоколад с зинжером. Вау! Одна евро! Одна евро! Как-то и погода сразу получше стала. Знаете, первое, что бросается в глаза, что Синтро очень кукольный, как будто бы пряничный городок. Даже сейчас я говорю и ощущение, что меня слышит весь город. Привет, Синтро! Мне кажется, все дома в Синтре делятся на два типа. Первые – это аккуратные, ухоженные, выбеленные. Второй тип домов – старые, потрепанные, забытые богом и людьми. Вот, например, этот дом очень хочет купить Мэри, но владелец не дает. Этот дом хотела купить себе Мадонна, но ей не продали. Извините, плохая репутация. В Синтре достаточно много заброшенных особняков бывших миллионеров. В один из них я и направляюсь. Кстати, это самое популярное инстаграммное место города. Дворец счастья. Что, мы торопимся. На взгляд, даже велосипедиста обгоняют. Спустя час я добралась таки до своего дворца. Можно было и быстрее. Но вы сами понимаете, на каком звере я ехала. Это дворец Пена. Сделан он не из пены, как вы могли подумать, но все же в нем есть капелька сумасшествия. Слушайте, ну это какое-то настоящее архитектурное безумие. Вы посмотрите, какой полет фантазии у человека. Мне кажется, это самый необычный замок, в котором я была. Да, какие ворота. Благодаря моей безлимитной карточке у меня сейчас будет прайват тур. И самое приятное, что замок полностью в моем распоряжении. То есть здесь не будет туристов и его закрыли специально для меня. Добро пожаловать в дворец. Это дворец короля Фердинанда II. Он строил его 12 лет. А почему такая странная архитектура? Фердинанд хотел взбудоражить мозг людей этим местом, поэтому подкрепил это все еще яркими цветами и деталями. Тут намешаны разные стили. Восточный, мавританский и готический. Например, вот голова крокодила, торчащая из стены. Или каменные водоросли на арке. Этот дворец напоминает меня, когда я собираюсь на свидание и хочу надеть все самое лучшее сразу. Кажется, и король был еще тот оригинал. Вау, а что это? Это тритон. В этом здании король принимал гостей и этим тритоном он хотел их удивить сразу на входе. Немножечко даже страшноватый, на мой взгляд. Боюсь даже представить, что меня ожидает внутри. Об этой заброшенной усадьбе знают лишь местные. Они ходят сюда пофоткаться и устраивают романтические свидания. Сдаю вам адрес. Улица Руа де Кашкайш. Доехать из центра Синтры сюда лучше всего на такси за 10 евро. Представляете, в 90-х годах некий португайский миллионет Ногейра отгрохал вот этот особняк для себя и для своей семьи. Но это не главное. Буквально в трех шагах отгрохана точная копия диснеевского замка Золушки. Миллионер подарил этот замок своей дочери. Видимо, кукольный домик Барби у нее уже был. Вау. Вы представляете, у девочки в распоряжении целый замок, в котором она может играть в Золушку. Шить платье сестрам, перебирать крупу, снимать тиктоки. Обалдеть. Как же грустно, что такая красивая мечта разбилась об реалии жизни. И скорее всего, когда всю эту территорию все-таки продадут, замок снесут. Как обидно. Я просто представил, как тут было красиво. Повсюду мрамор, колонны, статуи, какие-нибудь португальские павлины бегают. А сейчас просто пиршинство вандализма. Это как будто бы какая-то злая шутка. Пожалуйста, без вандализма. Ага, прислушались. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Место красивое, а история печальная. Миллионер разорился, дом отобрали из-за долгов. И сейчас правительство Португалии продает его за полтора миллиона евро. Сань, может купим? Я три евро скину, а ты остаток добьешь. Руки опускаются. Тем временем, моя экскурсия по дворцу продолжается. Это гостевая комната. И она интересна тем, что когда ты смотришь на стены и потолок, думаешь, что это резьба по мрамору. А на самом деле это мастерство художника. Удивительно, потому что это выглядит очень реалистично. Как будто здесь еще есть пространство, но это обман зрения и все здесь нарисовано. Остальное во дворце хоть и не нарисованное, а настоящее. Но мало впечатляет. Слушайте, ну если по чесноку, то внутри все как в обычном музее. Это мебель, это красивые зеркала, это посуда. Но так как я не обычный турист, а турист с безлимитной картой, то для меня кое-что приготовили интересненькое. Это ключ в очень секретное место. Вау, ключ от тайной комнаты. Чувствую себя Гарри Поттером. Это часть дворца, где хранятся невыставленные экспонаты королевского наследия. Но мы идем наверх. Только для богатого туриста открываются двери на самую высокую точку. Купол дворца Пена. Ой, смотрите, так страшно. Тут так высоко. У меня сейчас сердце остановится. Да, здесь красивый ухоженный парк, небо, которое сливается с океаном. Все дворцовое великолепие Синтры сполна может оценить только тот, кто помешан на архитектуре. А с меня хватило и полдня любования. Захотелось к океану. Не знаю как ценителям искусства, но мне уже после нескольких часов созерцания красоты хочется подкрепиться. Тут в Португалии есть такие виды общепита, как ташка. В переводе с португальского – таверна. Это такие забегаловки домашнего типа, где можно хорошенько и сытно, а главное недорого перекусить. Мой вариант. О, сытая португальская молодежь. Вкусно, мне? Абригада. Ничего, у вас салфетки. Прикольно, приятные бесплатные комплименты. Еще закуски. Да я мог блюда не заказывать, просто наесться бесплатными стартерами. Масло в виде короны, оливки. Вообще я оливки не люблю, но это когда они платные. Если я все правильно услышал, это курица с рисом и кровью. Аруш де Кабиделло – это одно из старейших блюд Португалии. По преданиям, в военные времена горожане все мясо отдавали армии, а остатки потроха и кровь употребляли в еду. Отважиться попробовать такое – задача не для слабонервных. Первое отрицательное. Слушайте, если серьезно, это вполне себе вкусно. Кажется, что это просто очень жирный бульон. Если бы я не знал, что это кровь, я бы в жизни не догадался. А все потому, что в рецепте есть уксус, который убивает привкус крови. Это вкусно, очень жирно и сытно. Чувствую себя куриным графом Дракулой. Выпал всю кровь и куриц. Надо счет просить. Официант, передайте спасибо палачу. Восемь с половиной за основное блюдо. А счета за что? Совсем забыл. В странах Южной Европы есть такая традиция – подавать гостю закуски. Если ты их не отведал – не платишь. А съел – деньги на стол. Закуски были не комплиментом. Вот тебе этажка. Обдирашка. Я же с безлимитной картой могу позволить себе не местную забегаловку, а ресторан в центре города, где подают свежие морепродукты. Ну что, я готова. Я даже не знаю с чего начать. Вы посмотрите на всю эту королевскую красоту, на этот размах. Тут и креветочка, и килечка, осьминог, мидия и даже краб. Приступим. Так, ну начнем с краба, потому что его ни разу в жизни не ела. Причем это какой-то удивительный рецепт, видимо местный, португальский. Пахнет кошачьими консервами. Ужас какой. Это что, королеве такое дали, да? Ну ладно. Пересолили, отравить меня хотели, но не получится. Голову сплеть! Так, пошли дальше. Осьминог. Ммм, блестяще. И на закуску мидии приличных размеров, кстати. Пробуем. Ммм, блестяще. Ммм... Извините, это сейчас было не для слабонервных. Слишком большая была. Прилесно, блестяще. Честно, я больше есть не могу. Это пусть доедают прислуги. Буквально в пяти минутах от центра можно найти недорогой ночлег. Это мой хостел на сегодня. И пусть хоть кто-нибудь скажет мне, что я не могу позволить себе жить в Синтри, как король. Самые знатные садовники Португалии разбили для меня роскошный сад. У дворца короля, естественно, есть зал заседания. Ну и наконец пора пройти в свое опочивание. Холоп, дай мне ключи от ложа. И, наконец, святая святых. Королевское опочивание. Застелить. Ладно, сам сделаю. Богатый турист может себе позволить жить на берегу Атлантического океана. Я приехала в отель Фурталеза Дугиншу, который находится в самой настоящей средневековой крепости. Это крепость 17 века, которую превратили в бутик-отель на 27 номеров. И один из них мой. Ну что ж, настало время познакомиться с моими покоями. Прошу. Вау. Ну что ж, хотят ублажить королеву, ну да и ладно. Помимо кирпичного потолка с королевским гербом, у меня есть… Прекрасная большая кровать. Камин. Это прям картина такая, не копейки стоит. Шкафчик с кожаными дверями. Свой личный туалетный столик. И конечно же самое ценное в этом номере… Его величество Атлантический океан. Но самое крутое, это то, что в той стороне, в шести километрах отсюда, вон-вон там, видите? Мыс Рока. Это самая западная земля. Это самая часть Европы. Получается, я нахожусь на краю света. Это очень круто. Пока мать драконов с безлимитной картой разоряет мои имения, я пожалуй пойду спать. Спокойной ночи всему королевству. Ой… Бон диа. Что в переводе с португальского – доброе утро. Доброе утро. Одного дня дворцов мне вот так. Поэтому отправлюсь в одно очень мистическое место. Колодец посвящения в усадьбе Кинто де Регалейра. Это место полно загадок. Давайте их разгадывать. Данте Олигьери в своем произведении «Божественная комедия» описал, как выглядит ад. По его версии, ад состоял из девяти кругов. Вверху находились самые лайтовые грешники, а внизу – самые жесткие. Так горек он, что смерть едва ль не слаще. Но благо в нем обредше навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда. Мать моя масонская ложа. Это нереально красиво. Такой синтез работы человека и природы над чудом света. Сейчас я нахожусь на верхнем этаже ада. Сюда попадали души некрещенных младенцев. И чем ниже спускаешься, тем страшнее грешники там сидят. Надо идти вниз. Вниз по спирали ведет лестница между девятью ярусами, которые символизируют девять кругов ада. Как у Данте. На средних этажах – чревоугодники, скупцы, расточители, богохульники и насильники. Даже не верится. Я в самом низу ада. Девятый круг. Если вы читали божественную комедию Данте, то знаете, что тут находятся самые ярые грешники, которых пытает лично Люцифер. Предатели и те, кто пишет в смс-ках ахахахахах. Потом грешники попадают в чистилище, чтобы выйти в новую жизнь. Свет в конце туннеля. Как же здорово после ада снова оказаться на земле. Жизнь дала мне второй шанс. Буду грешить с удвоенной силой. Спасибо. А что я все сама-то сама решаю свои вопросы? Не гоже забывать о контекст-сервис Мастеркард. Вот сейчас им наберу и они решат любой мой вопрос, запрос и богатую прихоть. Ну ладно, ладно, просто в роль вжилась. Ну правда, когда в руках премиальная карта и все организационные вопросы решают за тебя, чувствуешь себя королевой. Отличный способ потратить деньги – поехать на особенный завтрак с приватным шоу. Как все прекрасно, все уже готово. Вау! Это что за жеребцы такие? Боже, вы какие мужчины, все для меня, с ума сойти, а? Шальная императрица готова к шоу. Это вообще очень смешно. Мальчики! Такое странное ощущение. Я сижу, пью чай и на меня смотрят восемь огромных глаз. Ой, я начинаю краснеть и стесняться. Мне станет сейчас дурно. Очень неожиданно, что лошади подходят здороваться. Кажется, что они сейчас начнут жрать твою еду. Немного не по себе. Видите, у них слюньки прям текают мне на мой королевский стол. Видимо, это такая изюминка этого шоу. На самом деле, изюминка в том, что эти лощеные лошадки умеют танцевать. Если честно, немного себя ощущаю, как будто бы я сижу в цирке. Только в очень дорогом цирке. Десять минут такого представления и мой перекус стоит три с половиной тысячи евро. Такое торжественное шоу и все для меня. Я тем временем придумал дешевый вариант развлечения. Всего в пятнадцати километрах от Синтры океан туда и рванул. Зайчики в трамвайчике. Какой приятный звучок. А все потому, что это не просто общественный транспорт, а настоящий музейный экспонат. На секундочку этому трамваю больше ста лет. Он еще видел выпуски с Лейси Никитил. Ой, музыка у слада до ушей. Я вот подумала, что какой-то слишком томный отдых у меня получается. Поэтому я решила добавить капельку адреналина в свой уикенд. И арендовала вот этого красавчика! Это Порш Кайман. Автомобиль с характером и стоимостью от восьмидесяти тысяч евро. Хороша машинька. Миша, давай сразу расплачусь, чтобы наслаждаться скоростью. Окей. Супер. Ну что, погнали? Погнали! С ветерком! Наконец-то покатаюсь после того драндулета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 300 лошадиных сил развивает 285 километров в час. Я не могу это слушать. Ну давай-давай, еще поскрипи-поскрипи. Ой, хорошо. Да ради одного этого звука стоит заплатить 3 евро. Ощущение, что тысячи школьников водят ногтями по доске. Уже на полпути из-за этого скрипа хочется выйти поскорее и, кажется, не только мне. Вот такой шкаф, который к тому же еще и едет. Ровно за час трамвайчик довез меня до курортного городка Прая-даш-массаж. Он стал популярным аккурат тогда, когда сюда пустили трамвай в 1904 году. А сейчас сюда пустили меня, а значит у города вторая волна популярности. Здрасте. Когда встречаешься лицом к лицу с океаном, чувствуешь его неукротимую мощь. Ты можешь часами наблюдать за тем, как волны играют друг с другом на перегонки и разбиваются осканы. Саня, а иди-ка за мной, мне же не показалось. Там же вон явно не два тюленя тусуются. Это люди. Это люди в гидрокостюмах. Это ловцы персебушей. Моллюсков, которые целыми колониями живут как раз на таких крутых утесах. Собрать их можно лишь во время отлива. Из-за такой труднодоступности цена за один килограмм персебушей может достигать 120 евро. Вон они идут. Представляете, каждый день вот эти бравые, смелые, отважные рыбаки спускаются к океану, чтобы взять у него его дары. Персебуши. Это нереально опасно. То, что вы делаете, это потрясающе. Вам не страшно лазить по скалам? Да, надо быть осторожным. Сколько килограммов вы собираете за один улов? Ну килограмм двадцать где-то. Вау, а можно мне посмотреть? На вид персебуши жутковатые и напоминают когти дракона. Могу я оставить себе? Вау, сувенир, бригаду. Невероятные люди. Каждый день, каждый день они рискуют жизнью ради вот этих морских созданий. На супертачке я решила рвануть в другой конец Португалии, чтобы увидеть одно инженерное чудо. Дорога к нему долгая – 345 километров от Синтры. Это почти 4 часа в пути. Слушайте, как он прикольненький. Я приехала в уникальное место. Место, где только недавно открылся самый длинный пешеходный подвесной мост в мире. Орокко 516 – это здоровенная конструкция с миллионами тросами. Как будто его создал металлический паук, и я попала в его паутину. Когда идешь по мосту, ощущаешь, как он слегка покачивается. А под тобой – настоящая пропасть. И мурашки по коже от того, что вдруг сорвешься вниз. С одной стороны, очень страшно, куда же ты находишься на такой высоте. Но ты понимаешь, что ты не можешь вывалиться. Тебя защищает вот эта вся конструкция. Слушайте, но место фантастическое. Я прям, ну правда от него в восторге. Потому что здесь красота нереальная. Этот водопад, который струится прямо и уходит в речку. Эти скалы и все такое зелено-изумрудное. Играет музыка. Струйте. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Очень красивое ущелье. Прямо невероятное. Если доберетесь до этого моста, то мало того, что вы увидите эксклюзивчик, а еще найдете наш кладик со ста долларами. Итак, чтобы найти заветную бутылку, отправляйтесь в национальный парк Орока на самый длинный подвесной мост в мире. Перейдите на другую сторону моста и под камнем будет ожидать клад от Орла и Решки. А я добрел до пляжа. Солнце светит, океан бушует, все вокруг наслаждаются моментом и ладой. Я тоже не выдержал и решил искупаться. Океан очень холодный. Чтобы искупаться в океане, лучше всего приезжать сюда в июле или августе. Тогда океан прогревается до 24 градусов тепла. Сейчас же вода всего 15 градусов. Походу такую температуру могут осилить только местные. Да дуй его нафиг, я лучше на закат посмотрю. Он сухой и теплый. Записывайте рецепт. Возьмите высокие поросшие зеленью скалы, добавьте к ним широкий бескрайний океан с уходящим в него солнцем. И получится самый шикарный на свете уикенд. Одного дня достаточно, чтобы понять этот город. Он дает тебе жизнь на контрасте. Внешне не оторвать глаз. Внутри на любителя. Но вокруг есть развлечения, как для туриста со ста баксами… Руки опускаются. Так и для тех, кто не привык экономить. Нищие проходы. Это настоящее архитектурное безумие. Я не могу это слушать. Чувствую себя Гарри Поттером. Ах ты, погода сразу получше стала. Голову с плеч. Извините, плохая репутация. Шальная императрица готова к шоу. За это меня и любит зритель. И лишнее было. Ох, какое же кольцо, конечно. Двадцать четыре карата. Прямо вот отсюда видно. Прищадно. Добрый вечер. Антон, какого… Ты вообще знаешь, кого ты заставляешь ждать, а? Ты знаешь, что я? Ну, конечно, знаю. Кто ее взял, кто она такая, дочь продюсера. Вообще-то, я… Ваше сиятельство… Ваше высочество… Ваше превосходительство… Ваше… Больше не придумала. Хорошо. Ну, то есть, ты королева, да? Да, спасибо, спасибо. Класс. Ну, я всегда знал, что тебе идет корона. И об этом же и врачи говорили. Так, ты послушай, ты послушай, как я провела этот уикенд. Реально, как королева. У меня был королевский ужин, раз. У меня был свой слуга, двадцать. У меня был свой кучер, тридцать. У меня были… Господи, что я тут только не делала. Вот реально, просто отдохнула. Эта, отмонархинилась. Ой, хорошо. Вот это хорошо. А ты знаешь, я провел свой уикенд точно так же, только в разы круче. И еще и денежка осталась. Так что у меня там завалялось на такси, отвезу тебя в аэропорт. А потом на острова. Подожди, вот на эти, Канарские? Почти. Азорские острова. До встречи на следующем Чуде света. Пока. Пойдем. Классно, станешь королевой. Потом твой внук выйдет замуж за журналистку. Скандал. С розовой пруточкой. Орел и решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Ой, как красиво. Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше? Брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5 тысяч 895 метров. Все это время команда Орла и решки снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.